Участники регионального движения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Обилимпикс подвели итоги работы за год, причем сделали это в формате большого мастер-класса для всех заинтересованных школьников, студентов и взрослых. Подробнее о мероприятии расскажет Дмитрий Петров. Пространство активного образования на два дня стало центром рукоделия. Здесь собрались участники регионального движения Обилимпикс. Компанию им составили школьники, студенты и взрослые с ограниченными возможностями здоровья из южных районов Сахалина. Для них организаторы подготовили 19 мастер-классов на всевозможные тематики. Хорошее, что дети учатся, развиваются, учат в дальнейшем, чтобы детям уроком было. За два часа через руки наставников на площадке прошли 350 человек, которым рассказали и показали, как создавать настоящие картины, делать брелоки и даже научили о зампрограммировании и ювелирного дела. Это все те компетенции, которые развивают участники движения Обилимпикс в Сахалинской области, привозя в регион награды всероссийского масштаба. Одно из таких направлений – гончарное дело. Это очень ресурсная техника. Глина позволяет развивать и моторику, и мышление, и координацию, что важно для детей с особенностями развития. Еще эта профессия, очень популярная в современном мире, авторская керамика сейчас набирает популярность. Серия мастер-классов – лишь часть мероприятия. Основная задача участников – подвести итоги прошедшего года, поделиться успехами и задумками на будущее. Отдельно круглый стол прошел для волонтеров и экспертов сообщества Обилимпикс. Туда приглашены эксперты, организаторы на площадках. Во-первых, мы то же самое обсудим, что мы хотим от 2024 года и в дальнейшем. И послушаем обязательно мнение конкурсантов. То есть мы прочитаем их протокол, что они хотят, разработаем возможные варианты решения. Движение профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ развивается в Сахалинской области с 2016-го. Ежегодно растет количество конкурсантов, принимающих участие в региональном чемпионате. Первая команда состояла всего из 47 участников. В 2023 году их уже было 303. Из этого количества 38 представляли область на национальном чемпионате. Итог выступления – седьмое место по стране.